Здравствуйте, товарищи, господа и дамы! Сегодня у нас четвертая микролекция на тему технологии народа власти. Продолжение следует... Согласно статье 20.97 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в РФ. Именно поэтому они и называются избирательные комиссии. Но дело в том, что право на выбор, на избрание, не может быть реализовано в полной мере без права на неучастие в выборах и на неучастие в избрании своих представителей. Если мы лишим человека, гражданина права не участвовать в выборах, то выборы из права превратятся в обязанность. А какой смысл, скажете вы, говорить о неучастии? Ну, может, просто не приходить на выборы и не участвовать? Да, но тогда согласно закона эти выборы будут легитимны, представители будут легитимны выбраны теми, кто участвовал, а те, кто не участвовали, тоже будут иметь своих представителей согласно этого закона, но выбранных не ими. Зачем нам необходима поддержка права неучастия в выборах? Именно из-за того, что существует 32-я статья Конституции Российской Федерации, который звучит, первый пункт, который звучит так, цитата, «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей». Вот здесь главная точка приложения неучастия граждан в выборах и референдумах. Почему? Потому что это как раз вопрос его выбора. Я могу участвовать в выборах, в том числе не приходя на выборы, таким образом доверяя другим людям, которые голосуют, право выбрать представителей за меня. А могу сам участвовать лично в управлении делами государства согласно 32-й статье Конституции, не имея своих представителей. Об этом недвузначно и говорит 32-я статья, пункт 1. Мы сейчас не будем касаться технологии того, как гражданин может быть обеспечен вот этим правом непосредственно участия в делах государства, минуя своих представителей, минуя этап выбора своих представителей, не имея их вообще или не имея их ситуационно. Грубо говоря, не всегда предоставляем им право решать за себя, за гражданина. Об этом мы поговорим позднее. Такие способы существуют. Мы поговорим о гибридном голосовании и всех производных таких форм. Сейчас важно понять, что избирательные комиссии это прежде всего надзорный орган за всей властью, за структурой власти. Она не вмешивается оперативно в дела власти. То есть власть управляет, представители функционируют, Дума функционирует, суд работает, президент летает по стране, отдает распоряжение, подписывает указы. Но сама схема, структура, порядок формирования власти должен контролироваться неким внешним по отношению к этой власти органам, каковым и являются по сути свои избирательные комиссии. То есть сама схема, структура власти, когда начинает меняться властью, кто-то должен контролировать, не возникает ли здесь узурпации власти в этот момент. Не происходит ли бесконтрольного расширения властью своих собственных полномочий, которые ему не были предоставлены изначально. Как осуществить такой контроль, не вмешиваясь в оперативное управление делами государства, скажем, со стороны избирательных комиссий? Так, таковым способом является контроль за должностными лицами. Не всеми должностными лицами, а определенными должностными лицами, от которых зависят параметры будущих решений, самых основных, ключевых решений, в том числе и по схеме, как будет изменяться власть. И вот эти ключевые должности должны контролироваться неким, опять же, внешним органом, каковым предлагается сделать избирательные комиссии. То есть, скажем, президент назначает такового представителя, но в данном случае должен быть орган, который утверждает это представление. Должность, которая должна обсуждаться публично, прежде чем кто-то займет ее, все кандидаты должны быть обсуждены публично и должны пройти проверку на общественное мнение. Есть должности, которые нельзя назначать тайно или там по сговору, или исходя из каких-то политических соображений. И вот эти должности не назначаться должны, а утверждаться избирательной комиссией. Присяжными комиссарами, как мы говорили на прошлой лекции. Каковы же эти должности? Основные должности, которые необходимо утверждать именно избирательной комиссии, перечислены в новом исправленном регламенте для избирательных комиссий нового типа, про который мы говорили в прошлых передачах. Пока сам регламент мы целиком не обсуждаем, но я зачитаю как раз список тех должностей и статью 27 из этого обновленного регламента о том, какие должности являются ключевыми с точки зрения структуры власти и возможной ее узурпации. Итак, статья 27 обновленного регламента Центральной избирательной комиссии в данном случае. Исключительно решением, принятым на заседании комиссии, утверждается в должности директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, Росгвардии по представлению Президента Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации, генеральный прокурор Российской Федерации по представлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Центрального банка Российской Федерации, Банка России по представлению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель Счетной Палаты Российской Федерации по представлению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК по представлению правительства Российской Федерации. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Росстата по представлению правительства Российской Федерации. В случае отсутствия такового представления или законно избранного представителя, комиссия может своим решением назначить иного представителя, либо выдвинуть собственного единого кандидата на рассматриваемую должность для последующего утверждения на очередном заседании комиссии. Порядок представлений кандидатов на указанные в настоящей статье должности определяется настоящим регламентом и соответствующими решениями комиссии. Вот здесь сейчас я привел перечень тех должностных лиц, которые необходимо должны быть подвергнуты проверке на общественную значимость, так называемую, на общественное отношение. Если человек не нравится обществу, он не понравится и присяжным комиссарам. Если нравится, он понравится и присяжным комиссарам. Таким образом, контроль остается за Большой Королевской канцелярией. Каковой мы мыслим избирательной комиссии, имея в виду короля, суверена, как народ. Таким образом, сами избирательные комиссии, в которых подчеркивается их статус, что они занимаются только выборами, должен быть расширен на те полномочия, которые установлены 32-й статьей Конституции Российской Федерации. Поэтому предлагается переименовать избирательные комиссии в центральные комиссии по выборам, референдумам и демократическим институтам согласно Конституции Российской Федерации. Название может обсуждаться, оно будет длиннее, короче, и должно включать все, по сути дела, контрольные рычаги, которыми обладает этот обновленный орган демократии. Сокращенно комиссия должна называться просто центральная комиссия. Если это центральная избирательная комиссия, она должна называться центральной комиссией Российской Федерации. Если это комиссия, скажем, в Вологодской области областная, она должна называться центральной комиссией в Вологодской области по, и дальше полный перечень, по каким вопросам эта комиссия компетентно действует. На этом закончим четвертую микролекцию. Ждите следующих лекций. В прошлый раз отрезал и остался только микролекция, а вот наши с вами разговоры остались за бортом. Ну и бог с ними, мы еще много раз обсудим и переговорим. Главное, что лекция у нас есть. Андрей Кольт нам написал, Эдуард, у тебя в эфире сидят 99% малолеток и сыкливых, судя по никнеймам и спрятанным аватаркам, а ты ведь с ними споришь и удивляешься их тупости. Я удивляюсь своей наивности, но как-то, видимо, уже, да, уже, наверное, изменений особых не произойдет. Я всегда буду наивно полагать, что здесь сидят самые умные люди. Василий Луканин дает ссылку на ломового эксперта. Ну, может быть. Андрей Ли. Да кто же даст? Да кто же спросит, Андрей Ли? Понимаете, дело в следующем. Вопрос серьезный. Кто же даст? Я бы его все-таки заменил более рабочим вопросом, с которым можно работать, да. Кто не даст? Собственно, я так и подхожу. У меня по списку выписаны все, кто может не дать. И против каждого отмечено, в каком случае он не даст и почему. Понимаете? То есть, когда мы говорим, а вообще, что кто-то не даст, мировая закулиса, там, масоны, что Трамп прибежит и запретит нам избирательные комиссии как-то изменять. Надо, хорошо, давайте, Трамп, ну давайте подумаем, почему он прибежит, зачем ему это надо и по какой причине нам стоит его опасаться. Вот я пока не вижу никакой причины опасаться Трампа. И так далее. Когда мы берем конкретных людей, организации, фамилии и так далее, мы видим, что вот сейчас изменение порядка существующего, значит, формирования избирательных комиссий, невыгодна, конечно, существующей текущей власти, Путину и иже с ним. Но положим их нет. И вот они, демократические выборы, о которых так долго говорили не только большевики, но и все остальные. И кто же будет против? По крайней мере, публично. Я понимаю, что как-то там внутри кто-то будет думать, а ну ее зачем, а там мы потом контролировать не будем. Но кто публично может возразить? А чтобы возразить танкам, то надо и публичное возражение иметь, понимаете? Ну, допустим, вот нас пугает там, Гиркин придет и вас там выкурит. А вот придет Гиркин, допустим, он же Стрелков, Игорь Иванович, да? Допустим, танки надыбал там, что у них там, ракеты эти, как его, Боинги летают. Ну вот они подошли к нам, к избирательной комиссии, мы тут какой-то порядок формирования меняем, да? Что-то голосуем, какие-то гражданские слушания. Что, он нам по нам будет стрелять? Я скажу, Игорь Иванович, пройди и сядь, давай поговорим, что ты хочешь? Что ты пришел, что ты хочешь сейчас? Захватить комиссию? Ну ты что собрался делать? Диктатуру? Так нахуй тебе избирательная комиссия? Ну ты же не собираешься выборы проводить? Ах, собираешься! Ты же думаешь, что народ-то проголосует весь за русский дух, там Русью пахнет, да? Ну вы же так и считаете, у себя на Рой ТВ собираетесь, и вы так и считаете, что если пройдут свободные выборы, то весь русский, свободный, открытый, без всякой этой масонщины, там хитросплетений. Если вам дадут трибуну, вы же так и считаете, что если пройдут свободные выборы, то вы победите. Правильно? Правильно. Так что вам не нравится? Ну иди, садись сюда, вот сюда, в комиссию, и мы вместе с тобой будем выборы проводить. Что еще? Нет, я хочу пострелять на танки по избирательной комиссии. Зачем? Какой смысл? Если вы диктатор, вы просто говорите, ну ладно, досвидос, там все закрывается, да? Выборов не будет до следующей пятницы, по крайней мере. А если вам нужны выборы, а всем будут нужны выборы, игрокам. Ну кроме ГКЧП, да, которые захотят ту власть удержать. Ну это уже вопрос тактики. Вот, так что я не вижу пока, кто может помешать. Вы все рассказываете про каких-то чудесных интересантов. Фамилии называйте, пожалуйста, и мы будем разбирать. Будут ли они нам мешать, или не будут. Так, я в чате. Юрий Стонтов. Эдик, введи в свою теорию народа власти одного сторожа с ружьем возле избирательной комиссии. Теперь представь, он два раза стрельнул из ружья. Что происходит дальше в твоей теории народа власти? И дальше. А их может быть два или десять. Строить огромную конструкцию с таким дефектом в фундаменте антинаучно. Ну так, чтобы без мата. Юрий Стонтов, вы правильно, без мата. И дефект вы из чего увидели. Вы же спрашиваете как раз правильный вопрос. Он на поверхности лежит. Он лежит на поверхности. Неужели вы думаете, Юрий Стонтов, я об этом не подумал. Я об этом подумал. И помечтал. Я говорю, мы сейчас разбираем, что должно быть сделано. Но не как должно быть сделано. Не тактику. Уверяю вас, что, конечно, об этом мы и думаем. И когда я говорю, сдавайте деньги на флаги. Именно об этом я думаю. Чтобы вот так вот не было, как вы говорите. Чтоб сторож никакой не стрелял ни из одного, ни из двух ружей. Ни из трех рук. Поэтому об этом поговорим. Немножечко терпения. Следите за лекциями. Эти вопросы, они сами отпадут. Каламба ТВ. Выходи. Вы просто немножко вперед забегаете. Понимаете? Я понимаю. Вы уже приняли. Да, хорошо. Вот в идеале все. Я согласен. Как вы говорите? Ладно. Ну вот. Здесь я не знаю как. Я знаю как. Я расскажу все. Да, 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 да. Раз, два, три. Спасибо. Вы здесь. Я прошлый раз вам... Я не знаю. Вы посмотрели эфир до того, как я... Вы были? По-моему, вас не было. Я там вам отвечал на вопрос. Я вам еще раз отвечу. По поводу... Я извинялся и сейчас извиняюсь за то, что не поверил вам. В вашу... Ну, поймите меня тоже. Я не привык, когда меня понимают с полуслова. Вот не привык и все. Так. Фундамент гнилой. Нах, чушь нести дальше. Все понятно. Так. Убираем товарища. Заблокировать пользователя. Все. Как не было, понимаете. Вычеркнули из истории. Хотя останется что-то от него. Я-то сказал уже, да. Хорошо. Раз, два, три. Готов подсказать юридически все необходимые вам вопросы юрист-магистр права по муниципальному направлению. Это... Я там... Меня просили... В почтовый ящик я поместил почтовый ящик под описанием. Но пока ни одного письма не получал. Ну, я думаю, спишемся как-нибудь, да. Я что хотел сказать? Я вам как раз хотел, как юрист-консульт, юрист. Я хотел сказать юрист. Я не юрист, но юрист-консультом пришлось тоже поработать. В общем, как энтузиаст-профессионал. Вот так я вам скажу. Есть одна вкусная вещь. Я вот... Подумайте об этом. 32-я статья, да, вот эта, вокруг которой я пляшу. Ну, Конституция, закон прямого действия, понимаете. Тут как бы двух мнений быть не может. И вот это граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Точка. Там дальше идет уже о пассивном избирательном праве и так далее. Вот, понимаете. Ну, ее Конституционный суд там трактовал. Неважно. Эту трактовку можно свернуть трубочку и обратно вставить Конституционному суду, да, куда угодно. А потому что непосредственное участие, да, не предполагает опосредованно через участие в партии. Они как раз об этом и написали, да, или там в движении. Так вот. Допустим, у нас есть механизм, кнопка, да, вот как мы говорили. Неважно, что в теории, да. Ну, просто давайте без кнопки, без механизма. Вот мы с вами приходим, да, куда-нибудь, где можно осуществить вот это свое право на управление делами государства. Ну, например, в Думу, да, и говорим, мы сейчас тут тоже со своей табуреткой, со своей кнопочкой тоже хотим поучаствовать в управлении делами государства. Или там президенту, да, в Барвиху. Нам как бы могут возразить другая сторона, вот тех самых представителей. Они возразят нам, что мы законные представители, да, вот наши мандаты, вот печать, опись, противник. Такого выбора, все дела. Поэтому представители есть, мы осуществляем эту власть от вашего имени. А ваше право, оно как бы нашему праву мешает, да. Мы же уже выбрали представителей, теперь вот мы осуществляем это право. Вы, конечно, можете с нами спорить, но у нас есть пушки, танки, ракеты и милиция, да, с дубинками. А в суд, пожалуйста, подавайте, вот Конституционный суд, он тут вам сейчас что-нибудь напишет, да. А если вам это не нравится, подавайте дальше. И получается, что у нас, ну как бы сказать, есть юридический казус, который может быть как-то решен, да. Ну, или как-то решаться, не решаться. Но, ну то есть между представителями, да, представительской властью и вот нашим правом осуществлять непосредственно эту власть государственную, нашим с вами, как гражданам. И здесь, в общем, юридический казус. И если сила у вот этого представительской стороны больше, то, ну, собственно, это как, так сказать, ну, пойди, докажи, да. Да, если у него не только закон, потому что на него тоже закон работает. Он показывает и говорит, ну, вы же осуществляете власть через представителей. В данный момент вот есть представители, осуществляете. А вы хотите сейчас, ну, вот не будет представителей, тогда и будете осуществлять. Понимаете, к чему я клоню? И говорит, да. Появляется окно возможностей, это юридический как раз казус. Представьте временное правительство. Наше временное правительство. Вот как в Украине было, да, как он там назывался, это временное вот это. Там, да, были депутаты какие-то, какие-то там общественные деятели, Майдан, все дела. Да, но какие бы они по статусу не были, люди, да, орган этот сам был нелегитимным. Правильно? Вот представьте, что у нас появится, неважно что, ГКЧП там или что-то еще, вот временное вот это правительство, вот этот конгломерат непонятный, да, или что-то такое. Окно возможностей возникает юридически чисто. Потому что они, не являясь представителями, не могут возразить нам с вами на то, что юридически не могут возразить. У них нет основы для возражения, да. Мы говорим, вот есть 32 статья о Конституции, мы пришли осуществлять свое право на управление делами государства. Что они скажут? Нельзя? Почему? Мы тут депутаты или лидеры общественного мнения, или Ньютер Фидермессер, я спасла много больных, наркоманов. Какой, понимаете, какой бы этот орган ни был, вот из, блядь, бывших президентов, из всех генералов, все равно он не выбранный, он не является представительским. Ну, что я вас убеждаю? Вы поняли уже мысль, да, основную? Он-то как раз и будет осуществлять свою деятельность на основании чего? На основании этого первого пункта 32 статьи. Они такие же будут граждане, как мы. Именно поэтому мы можем не только, так сказать, занять позицию, которую мы хотели бы занять, да, но также и осуществить взаимную легитимацию временную до выборов, да. То есть мы их признаем, если они признают нас. Они нас признают. Это мы будем уже в тактической части говорить. Вот вам казус юридический. Мне кажется, очень хорошая задачка такая для преференхистов. Так. А как инвалид умудрился забанить весь чат? Какой инвалид? Так, Скомарохов давайте. Он тоже инвалид, да. Это тот же самый, да. Все. До свидания. Так. Не, было все нормально. Вам спасибо за работу. Раз, два, три. Да не за что. Я это... Это не работа, это удовольствие. Нет, это, конечно, работа, но она и удовольствие. Вы же понимаете, что я это делаю не просто так. Ну, конечно, надо организацию создавать. Первым делом нужен человек. Финансовый директор, если хотите. Тот, кто организует финансовую работу на этом участке. Вы понимаете уже, вот раз, два, три, что у нас есть возможность. У нас есть... Ну, условно говоря, будет окно возможностей, когда у нас есть юридическая опора. Мы можем просто сесть на Конституции и доехать на ней, куда надо. На 32-ю статью. Три дела. Три, один, это им пускай. Они любят там ходить с митингами, демонстрациями. Скажем, вот, блядь, с митингами проблем не будет. Можете вообще ночевать на улице с плакатами своим. Нам важна три, два. Тишок. В Москве акуляр среднеазиатов и вполне организованных. Тоже сила. Что с ними? Ну, а что я вам... Еще теперь я должен решать вопросы этого самого национальных меньшинств. Что вы боитесь, что придут среднеазиаты и проголосуют? Да, придут и проголосуют. Но ведь это же правильно. Демократия и власть большинства. Если у них есть паспорта, что вы сделаете? Если вы считаете, как русский националист, что этого нельзя ни в коем случае допустить, так вам прямая дорога к националистам. Я не возражаю. Вот Рой ТВ так и сидят, так и рассуждают. А мне с вами даже спорить как бы не о чем. Ну, вы пойдете среднеазиатов зачищать и зачищать. И меня зацепите по фамилии. Да, нахрен мне это надо. Я даже об этом рассуждать не хочу. Да, значит, будут... Ну, выдавали паспортов. Ну, все. Либо давайте как-то делать, ну, я не знаю, новые паспорта выдавать там. Ну, я что вам... За все... Нет. Я могу поразмышлять на эту тему. Ну, уж есть задача, она прямая и конкретная. Осуществить власть большинства. Как проголосуют, чтобы так и посчитали. Все, больше никаких этих... А вот зачем, да почему, да в каком случае, а вдруг ничего не получится, а кто же вам разрешит? Кто разрешил Фиделю Кастро? Кто? Он куда разрешение спрашивал? Он как-то даже не просто разрешение не спрашивал у кого-то там внутри Кубы. Он даже у Америки, у Гвоздепа не спрашивал разрешение же. Правда же? Они как раз-то и такие возражали, и даже активно. Ну, как-то вот обосрадушки-перепрятушки, так что... А среднеазиатов я не боюсь, я с ними жил и служил в Советской Армии, так что, чё я? Они там одни были. Я знаю, от кого, чего ожидать и когда ожидать. Кто способен нож в спину всадить, а кто нет. Ну, я имею в виду, как коллективно. Потому что, если брать конкретно по одному человеку, то тут каждый может. Так, Константины. Расвобождать от должности тоже ики будут, и почему представлению? Константин, правильный вопрос. На самом деле, мы во временном регламенте, то есть, сейчас я скажу немножко из тактики, да? Сначала будет принят временный регламент. Постоянный новый регламент будет принят на референдуме и должен быть принят, в федеральном законе оформлен. И вот там как раз общественное обсуждение, поправки и так далее. В данном случае предполагается, конечно, что, скорее всего, будет, понимаете, тот, кто утверждает, он не назначает на должность. Он утверждает. Это как бы соглашается. Поэтому и снимать он не может. Назначает президент, ну, под свою ответственность. Но контроль суверен, он говорит, ну, ладно, ну, обычно так и принято, да? Вот если у вас должность какая-то, есть кто-то над вами, то он там ваших заместителей утверждает, не только вас, да? И в данном случае мы не можем комиссии взять и снять с должности. Поэтому, скорее всего, скорее всего, ну, это я предлагаю для обсуждения и буду в дальнейшем предлагать, это будет некая форма общественного недоверия. Понимаете, если избирательная комиссия поставила вопрос, а у нас будет так, что у нас же как бы цепочка, не может один состав избирательной комиссии и поставить вопрос, и решить его. То есть он может либо занести в повестку дня следующего заседания, либо решить вопрос, который поставлен на предыдущем заседании. Это как в самолете, да, там, двойной системы дублирования, да, на всякий случай, предохранители, мало ли чё. А то прибегут какие-нибудь, возьмут и нахерачат решение, да. Вот они прибежали каких-то, носовали там непонятных вещей в следующей, ну, в повестку дня следующего заседания. Там придут другие люди, все же будут знать, повестка дня, она будет опубликована. И если там будут какие-то вещи, типа война с Америкой, да, ну я так условно говорю, да, то как бы вот народ увидит, соберётся и отменит эти глупости. Так вот, не снимать с должности, а неким образом выразить недоверие, да, имеет смысл. То есть в два приёма у нас всё получается. Кто-то придёт и скажет, слушайте, вот этот вот Золотов или вот этот новый директор Российской гвардии, это вообще просто пипец какой-то. А давайте поставим вопрос о том, чтобы его выразить ему недоверие. Ну, там да, там должно быть какое-то следствие из этого, там президент должен побежать и сразу его снять или как-то там что-то предложить новую кандидатуру. Или прийти лично выступить на это заседание и попытаться, значит, защитить, сказать, он случайно, это он так неудачно пошутил, а вообще он никогда не воровал больше миллиарда за один раз. Так. Константин, я ответил, думаю. Взлом онлайн пишет. Надо дать на Гатитасе объявление, что ты тути, и да, тебя не видно. Взлом онлайн, не я тути, там со мной была программа. Я даю анонсы, и кто хочет, тот постепенно подтягивается. Ничего, они подтянутся и постепенно все посмотрят. Я для этого и делаю короткие форматы роликов, чтобы можно было их пересмотреть. Вот. Здесь у нас просто несколько иные задачи, поэтому мы не совсем то же самое. Пасек, пасек, 10.62. Фиделя поддерживал СССР. Не сразу пасек, пасек. Посмотрите в Википедии. Если не верите Википедии, просто почитайте какие-нибудь книжки. Конечно же нет. СССР прибежал уже после того, когда уже началось. И потом, да, вот разводить. Залив свиней-то, они сами же их поколбасили. Не было там никакого СССР. СССР появилось с ракетами, да, когда они им предложили, слышь, ты давай мы поддержим. Так что, нет. Они вышли и все. Я понимаю, что поиски какого-то сильного папочки, как написал, сейчас посмотрим, Андрей Кольт. В эфире сидят 99% малолеток и сыплевых. Ну, не так. Я не хочу сказать, что вы одна из этих категорий. Ну, вот есть какая-то такая легкая форма обсыкания. Да, всегда коленочки дрожат, как скажешь, власть. Ну, как кто-то услышит и сразу коленочки дрожат. Чего вот так дрожат-то? Понимаете, я тоже раньше думал, что там какие-то особые люди сидят. Я слишком много их знаю, этих людей. Я понимаю, что большая часть мудаки. Понимаете, большая часть из тех, по крайней мере, кто там сейчас сидит, и те, кого я лично знаю, да, это те люди, которым в реальной жизни ловить было нечего. Нечего. Ну, вот как они вышли со своими тройками из 10 класса, да, а лучше из ПТУ, да, вот так они и, это самое, по жизни бодрым маршем, как вчера в кино говорит, «А я решил заняться навозным бизнесом, зато на воздухе». Вот. Поэтому им либо навозным бизнесом, коровам хвосты крутить, либо в Думу. В этом весь смысл. А я хочу поменять порядок. Я хочу, чтобы порядочные люди сидели в Думе. Не потому, что мы выберем порядочных, вот при существующей системе, да, прибежит Навальный и скажет, каких порядочных надо выбирать. Они, может, первый раз и будут порядочные, а второй раз уже непорядочные. Потому что есть свойство говну туда вплывать. Так устроено. Правильно, политика – это дело грязное. Туда говно всплывает. Но мало того, что говно, оно еще и убогое говно, понимаете, унылое. Это троечники, по большей части. Ну, так получилось. Да, вот возьмите сейчас, померите этот, как его, искусственный, о, блин, искусственный, IQ, да. И вы увидите, что вот, вот будет посередине проходить. Все, что вот слева, да, вот это, это за Путина. А все, что справа, это против. Вот так вот просто. Да, конечно, и слева будут Римчуковы сидеть, да, с этими самыми, с Шендоровичами, да. Ну, Шендорович, я туда зря. Ну, вот Римчуков конкретно, вот я просто, это просто пипец. Да, и он не скажет, что он дурак. Конечно, не дурак. И Киселев не дурак. Мне тут показали корейский фильм, прислал Костя, или Дима, не помню. А, Костя прислал. Ну, в смысле, как на Первом канале показывают, как в Корее жить хорошо. Блин, я не знаю. Нет, да, есть интеллектуалы, которые работают на Путина. Но сказать, что они так же думают, как он, да нет, конечно. Конечно, нет, они так не думают. Они понимают, что мы негодяи, мы денежки зарабатываем. Понимаете, чем отличаются пропагандоны, да, от пропагандистов? Пропагандист верит в то, что он делает, а пропагандон не верит. Он просто подбирает определенный набор каких-то там слов, каких-то там, как-то старается, ну вот как, допустим, Венедиктов, да, там, с этим, с извинениями Эрдогану за сбитого летчика. Ну, как Эрдоган вроде прислал извинения Путину, ни с того, ни с сего, за сбитого летчика письмо прислал, и помидоры разрешили турецкие, да. А все знают, что никакого письма не было. Вот это пропагандонство. Ты придумал этот фейк, чтобы оправдать, как это, сохранить лицо своему президенту, как ты говоришь. Вот, поэтому не могут умные люди верить, поэтому, я говорю, есть противоречия. Вот они сидят на телевизоре, да, и их вот этот комнитивный диссонанс съедает. Они понимают, что, ну, вы скажете, ни хера не съедает, а я говорю, съедает. Потому что Малошенко, вы видите, как оно. Хотя, может быть, не очень удачный пример. Вот. Когда ты занимаешься враньем, просто по профессии, тебе плохо от этого существовать. Поэтому и такие деньги им платят. Потому что надо как-то заливать это противоречие. Как легко? Как кто сказал, правду говорить легко и приятно? Кого мы цитируем? Легко и приятно, правду говорить. Они правду не легко и не приятно. Поэтому, конечно, попам надо молоко за вредность давать, как я говорю, они никто не верят в Бога. Никто. Потому что они слишком образованные для этого. По крайней мере, те из них, которые образованы. Вы представляете им вот это с кадилой ходить и всю жизнь врать. И он знает, что он врет. Потому что он сам не верит в этого Бога. Не, он может там какой-то гегелевский абсолют, там, теософия, хуесофия. Но он же понимает, что нет никакой этой самой лягушки, египетские казни. Да, что там еще? Содом и Гамора. Что это еще? Вот в этого Бога вы верите и нам заповедуете? Не, ну слушай, ну что ты, ну ты как маленький. Да, я как маленький. Врете вы все. Соболь вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии BBC. Взлом онлайн. Спасибо за поздравление. Спасибо. Вы еще увидите, как Шойгу войдет в списки каких-нибудь. Или там, как с ним Трамп будут за ручку держаться. Или кто там, кому положен. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. Раз, два, три. Игорь, а, этого ему отвечает, написал письмо о юридической поддержке проекта. Сейчас Игорь, а, все понял. Ну, увижу, наверное, да. Я три раза проверил, потому что мне писали, говорят, напишите ящик, а у меня не одно спам идет. А может, я подумал, в спам убегает куда-то. Вроде нет. Да, мне так охота пообщаться, поконтактировать по поводу вот юридической пруденции. Ой, там столько интересного. Понимаете, не с кем, да. Я вот с Мальцем обсуждал эти вопросы. А, это мы уже прочитали. Это мы уже прочитали. Итак, ну что, есть у меня к вам одна, ну, так сказать, не касающаяся, у нас есть время, да, не касающаяся этой темы, потому что хожу, размышляю, там от самнамбула, да, хвосты остались. И оно как-то, и оно как-то, ну, не знаю. Если интересно, я сейчас пойду, налью этого, прям буквально, минуточку. Я по поводу, если вы помните, мы там, последний у нас разговор про разговор о Боге и все такое, да. Как там у этого? Ну, главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. И вот мы с вами придумали великолепную вещь, что вначале Бог создал верх и низ. И вот из этого у меня так много интересных вещей родилось. Но сказать я хотел не об этом. Я вам хотел задачку подсунуть на человека знания, на антропологию, на теософию, на чего угодно. Сейчас я вам ее расскажу. Только вы мне скажите, что да, сюда, а то скажите, нет, давай нам, давай нам про что-нибудь другое. Сейчас я присну себе. Сейчас я присну себе. Продолжение следует... 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 А действительно ли, ну, мы как предполагаем, что Бог, Он совершенный, создал человека несовершенным? Ну, в каком-то смысле, да, мы считаем себя несовершенным. Когда человек что-нибудь создает, вот задумайтесь над вопросом, если вы что-то создаете, вообще, для чего вы это создаете, и какими свойствами обладать должно это что-то по отношению к человеку? Вот я сейчас вам такую, как бы, теорему, да, скажу, предложу, что человек создает что-то всегда, именно чтобы закрыть свое несовершенство вот в этой конкретной, вот в конкретной области. Ну, для примера, человек придумал кружку, даже не велосипед, кружку. Вот кружка, конечно же, не является чем-то, что более совершенно, чем человек, да? Но если брать ее конкретную функцию, а именно употребление горячих напитков, например, да, вообще напитков, ну, можно из ладошки попить, но неудобно, из кружки удобнее. В этом смысле, в своем качестве, она лучше руки. Хотя рука, конечно, более совершенна, понимаете? А уж горячий напиток, так она вообще незаменима. То есть мы создали кружку для того, чтобы вот это свое качество, вот это то, чего не хватает руке, но не может она горячий напиток держать долго, да, по крайней мере. И мало помещается, да, в кружке больше, и удобнее, и поставить можно. И разбить не жалко. В этом своем качестве кружка более совершенна, чем рука. То есть, если мы что-то создаем, неважно что, велосипед, понятно, он в своем качестве перемещения по ровным дорогам, ну, конечно, ну, ты за этим гадом, этим велосипедистом, ну, не угонишься ты пешком. Даже если ты вот, этот, Борзов, да, а он, этот, вообще школьник на школьнике крутит педали, и все равно ты его не догонишь, потому что велосипед более совершенный инструмент. И даже если мы создаем какую-нибудь вообще ненужную вещь, типа игрушки, или картину на стену, или еще что-то, да, все равно она в каком-то смысле более совершенна. Игрушка, она более милая, чем я, да, и там, мне как-то она, и так далее, да. Даже если это, вроде бы, как чисто эстетическое что-то, она, вот этот эстетический продукт, он обеспечивает лучше нас самочувствием, да, какими-то, ну, эмоциями положительными, чем мы сами это можем сделать. Я уж не говорю о наркотиках, да. То есть, организм вырабатывает наркотические препараты, но их можно выработать больше и тогда долбануть посильнее. То есть, получается, что бы мы ни делаем, мы все это делаем для чего-то, как инструмент. И это чего-то, то, что мы сделали, это создание, оно в своем качестве лучше, чем мы в этом качестве. Иначе не надо было бы его создавать. Так вот вам задача, да, задача на сообразительность. А если Бог создал человека, пусть неисследимы пути Господни, но он для чего-то его создал. Потому что иначе ни для чего не было бы смысла. Ни для чего мы создаем, ну, пожалуй, что вот, ну, да ничего. Даже кучу, я извиняюсь, фекалий мы для чего-то создаем, чтобы организм очистить, по крайней мере, свой собственный. Предположим, что человек есть инструмент в руце Божией. Предположим, что если он создал, мы разбираем чисто философский аспект проблемы. Мы сейчас не разбираем наличие Бога как такового. Как агностик с агностиками, я потенциальными с вами говорю, да. Предположим, это конструкция, абстрактная логическая конструкция, да, теософская, если хотите. Теологическая, как раз вот здесь. Бог создал человека для чего-то, как инструмент, для себя, свой собственный инструмент. Вот в том качестве, для которого Бог создал человека, не должен ли человек быть совершеннее Бога? Он должен делать что-то лучше, чем Бог. И если мы с вами посидим, подумаем, что-нибудь придумаем, поймем, что мы можем делать лучше, чем Бог, тогда, может, мы поймем, для чего Бог нас создал. Может, мы как раз замысел-то и раскроем с другого конца, не методом индукции, да, путей много, и вот мы тыкаемся, а может, для этого, для этого, для этого. Нет, давайте пойдем от человека, предположим, в чем он в совершении Бога надо найти. Надо понять суть. Человек, он лезвие, понимаете, лезвие мысли. Вонзить между правдой и ложью. Вот такая задача. Сочинение, домашняя работа, сочинение на тему, чем я лучше Бога. Нет, осознать себя как инструмент. Да, он велик, совершенен, он всемогучий, все дела. Но что-то я могу, и чем-то я ему могу помочь. Может, я кружка, может, велосипед, может, реактивный лайнер, а может, компьютер. Забавно? Косячить можем лучше определенно, Константин Р., но я тут с вами не могу согласиться. А для чего создавать... Ну, вот если в каком смысле, да, косяки, зачем создавать? Зачем создавать то, что будет косячить хуже, чем мы? Мы же даже не хотим, чтобы дети наши косячили, и всячески этому сопротивляемся, да, чтобы они больше, чем мы косячили. По-разному получается, поэтому нет. Это, мне кажется, не инструмент. Это несовершенство инструмента показывает, да. А в чем совершенство? Что не может Бог с таким же, грубо говоря, с таким же качеством сделать, что могу я? Может, я наждачная бумага, не знаю. Что-то я должен уметь лучше Бога. Человек временен, и в этом он лучше. Ну, это такая оценочная вещь. Я тоже как бы подумал с этого. Понимаете, вот эти смертные грехи, опять же, у нас разговор-то был, да, по смертных грехах. Я вот как-то через них пытаюсь понять. Во-первых, они же, их нету, не в Библии, это какие-то они вообще непонятно, откуда взялись. Я не говорю о грехах смертных в смысле вот это, если кто убьет, повинен смерти, если кто убьет раба, повинен отдать раба. Ну, в общем, всякую фигню вот эту, это уголовный кодекс, да. А вот эти грехи, которые гнев, злоба-то, гнев, гордыня, алчность и так далее, и так далее, они почему смертные? Мы же с вами разбирали, да. Они же всем присущи, эти грехи. Они не наказываются смертью. Смертью наказывается жизнь, да, то есть вы все равно умрете. И алчный человек может хоть до 120 прожить. Не в этом дело. Они, ну, как бы смертным только принадлежат, эти грехи. Грех – это скилл, возможность, у которой нету Бога, да, мы об этом говорили. Но зачем Богу-то вот эта возможность наша? Гнев, гордыня. Понимаете, бессмертному что гневаться-то, блин? Какой смысл? Когда говорят, Бог разгневался, это какой-то дурак написал. Но он же бессмертный, что ему гневаться? Будешь гневаться, замучаешься, пыль глотать, да, вечность. Ну, там много вещей, которые, ну, как бы, это сам. Ну, вечность – это значит отсутствие времени, по сути дела, счетчика. Время же всегда считает в обратную сторону, понимаете? Вперед там нечего считать. Там бесконечность. Там времени нет. Времени впереди сколько угодно. А вот обратный счетчик, он заканчивается. А у Бога нет обратного счета. Поэтому вот в грехах, если искать смертных, как в скиллах, может, он хочет почувствовать это через нас. Вот этот гнев, алчность, гордыню опять же. Вчера, вот это, я слышал, у Мальцева там разбирали, у Мальцева грех гордыни. Ну, все-таки, ну, блин, ну, блин, ну, наивно же. Ну, надо же сесть подумать, да, так, прежде чем говорить. Гордыня и гордость одно и то же. Ну, а зачем тогда делать? Конечно же нет. Конечно. Гордыня – это грех, который обусловлен взаимоотношением как раз с Богом. Почему высший грех? Гордыня – это когда человек ставит себя с Богом наравне. Это и есть гордыня. Или еще стремится возвыситься над ним, над Богом. Я говорю тому, кто понимает. А гордость – это совсем вообще другое. Это человеческие чувства, да, там, по отношению друг к другу. Нет. Гордыня – это как раз вот в этом. Вот, как я с одним своим другом беседовал, олигархом, да, вот, как раз по поводу Бога. У него интересная тема. Ну, вот, за пословицу мы говорили «На Бога надейся, а сам не плашай». Он говорит, ну, я вот как-то вот это, ну, тут, думаю, Бог поможет, и я сам постараюсь, и так далее, и так далее. И потом что-то не получается, допустим. Он говорит, вот, не получилось, типа, ну, это я виноват. Я говорю, ну, а что же Бог-то не виноват, да? Не, ну, конечно, тут нет, тут, наверное, я все-таки. А я говорю, а как ты вообще с Богом вину делишь? Ну, в смысле, ответственность. Ну, вот, допустим, что-то должно случиться. Он говорит, ну, где-то 50% примерно от меня зависит, а примерно 50%, ну, как бы повезет, от Бога. Ну, повезет, это одно, да, вот от Бога. Ну, я говорю, ну, нифига себе, вот это гордыня и есть, понимаете, да? Либо от Бога зависит все, либо ничего. Потому что даже если у тебя 1%, а у него 99 акций, ну, тогда он не Бог. Понимаете мысли, да? Не может быть 50 на 50, и 1 на 99 не может быть. 0 на 100 или 100 на 0. Ну, иначе тогда получится так. Ну, что ж ты, боже, я же тут весь постарался, а ты что-то проворонил. Не, погоди, это ты вот тут вот не постарался. Ну, я так шучу, конечно. А, все, у нас Мальцев. Ну, сейчас я быстренько. Может, тем, что человек чувствует боль, взлом онлайн? Ну, возможно. Ну, да, тогда надо искать в смертности, в смертности, в грехах, да. Может быть. Можно. Мы сейчас сами себя засунем в эту вещь, а я, как с точки зрения инженерии, представляю, что надо сначала поляну осмотреть. Может, не будем сразу в психологию вдаваться. Может, посмотрим с точки зрения биологии. Может, мы что-то можем, ну, понимаете, да, там, как-то немножко. Потому что по образу и подобию, но ведь не сказано точная копия, да? Может, наши создатели несовершеннее наши. Мы говорим сейчас о Боге, да, но это, может быть, коррекционизм такой, да, ну, в смысле, что кто-то, там, пан сперми, кто-то нас создал. Или кто-то сделал из нас компьютерную игру, допустим, да. Они, может быть, знают больше, но они не могут быть совершеннее нас. Когда я играю в игру, в чём-то мой аватар, да, вот этот вот, он совершеннее меня, да? Он там драконов херачит на раз. Я бы одного увидел, наверное, просто жидким обделался бы. Извиняюсь за такие подробности. А может, мы как кино смотрят, прикалывается тишок. Да, но мы же и кино делаем, оно же совершеннее нас. Ну, там же есть Джеймс Бонд, да, там этот Стэдхим херачит всех, там просто что-то происходит, там есть этот Супермен, да, он там, всё. Так, может, мы такие Супермены тогда для него? Или для них? Ну, Боги, там, наши, Аннунаки, кто нас произвёл. Ну, а какой смысл создавать кино, в котором, ну, давайте жизнь мышей будем в кино показывать? Они не говорят, просто ходят, что-то жрут, и мы там, ааа, вот это да, вот смотри, а вот это, смотри, вот он его что-то там почесал, блин, нет. Если уж делаешь кино, так давай хотя бы драку устроить, кровавое месиво, да. Поэтому, может, и прикалываемся, ну, значит, мы тогда должны лучше драться. Тогда мы все должны быть как Стэдхимы, и Брюса Ильи для него. Если мы всего лишь актёры, да, иначе зачем нас тут содержать? Значит, жизнь его совсем тусклая, да, если он смотрит и радуется на нас, как на кино. Не, может быть, как ребёнок-садист, да, там, увеличительным стеклом там муравьёв прижигать, может, ему нравится, нашёл муравейник. Ну, тогда ты, ну, если ты создал муравейник для того, чтобы их, ну, это совсем как-то, не, не понимаю, пока не понимаю, но интересно, интересно. Ну, я вижу, зацепило, да. Как минимум, человек создаёт то, что Бог не создал или не досоздал, без этой 3.50. Да, может быть, как сказал классик, да, Бог умер от сострадания к человеку, ну, и оставил ему дорожные карты, да, где-то, надо их найти. Ну, в общем, много уже, много уже, рука многофункциональна, Анастасия Шмакова, да, только вот, сука, кипящий чай она не может удержать. Вот она хороша рука, ну, вот, понимаете, кружка лучше для этого, правда же, Анастасия? И для этого мы её и создали, чтобы она была лучше руки в этом качестве. В каждом из нас дыхание Бога, свет и тьма. Дыхание Бога, свет и тьма. А мы фильтр очистим дыхание, вернёмся к Богу, не очистимся в чистилище, нет ни ада, ни рая. Ничего, не понял. Мы фильтром чего очистим дыхание? От чего? А Богу надо дыхание чистить. А, у него свет и тьма, ему дыхание чистить? Ха, интересно, да, интересно, 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 интересно. Надо будет подумать. Чтобы наказывать кого-то, Ричард Пафос. Ну, значит, мы и наказывать можем, да, лучше, чем Бог. Но он же вроде как, там, ого-го, Содом и Гамора. Ну, значит, мы лучше можем наказывать. Кверти, есть более интересный вопрос. А как же карма засадейна? Круто думать, что мы имеем право захерачить врагов, олигархов, т.д. А если карма вернется, т.д. Нет. Это не более интересный вопрос. Это менее интересный вопрос. Но хорошо, спасибо за наводку. Вот я опять возвращаюсь с вашим менее интересным вопросом. Карма засадейна, опять. Это чувство вины, там, что-то такое. Это я понимаю. Все меня хотят завиноватить в чем-то. Я всегда во всем виноват. Нет, я сейчас не по поводу, там, то, что вы это. Меня как человека, да. Так вот, вопрос, вы с другой стороны, опять же, о моем вопросе дали возможность нам подумать с другой стороны. Что если что-то считается плохим в человеке, ну, например, на Библии что-то написано, да, вот это плохо. За это там надо смерть, да. Ну, вот, например, если ты убил человека, то сам повинен смерти. Тебя нужно убить. А теперь представим, что это не мораль какая-то божественная, и даже не правило общежития, потому что нам-то что общежитие, мы и так понимаем, да. А вот зачем нам это в книжке писать, да, что нельзя убивать ближнего своего. Так вот это как раз и вопрос несовершенства совершенного инструмента. Если инструмент не до конца совершенен, если им пользоваться не очень еще пока удобно, то существует инструкция, да. Чем больше инструкции, тем менее совершенен инструмент, да. Хороший инструмент наткнул, и оно работает, да. Или крутанул, и оно работает. А когда тебе надо что-то сделать еще-то и удерживать что-то еще там наблюдать, то значит, это инструмент несовершенный. И вот это напоминает инструкцию в данном случае. Там же не написано «не убей». Еще раз, написано, но в другом месте имеется в виду, вот когда это перечислено грехи, написано так. Если кто убьет соседа своего, повинен смертью. Ну и дальше по списку. Давайте вот возьмем, остановимся. Теперь, если уберем сейчас эту мораль, нравственность, что это повинено смертью Богу? Какая разница? Вы же все равно там все будете, где надо. Чего вас убивать-то? Тем более на другого человека еще грех перекладывать. Он же тоже получается таким образом, тот, кто убьет вот того, кто это, он тоже как бы убийцей становится. Ну понятно, что по приговору суда, но все равно это как-то уже сложный юридический казус возникает. А если представить, что это инструкция к пользованию вот этим инструментом, который называется человек. Вот если один человек убил ни с того, ни с сего, ни с того, ни с сего, или из-за своих собственных каких-то предпочтений, предубеждений, он убил другого человека. Вот, допустим, я создатель, я создал вот вас, да, вот вы как человечки ходите, бегаете там, как у Стивена Кинга, стреляете из вертолетов. Игрушка, почитайте, это самый лучший рассказ, и, пожалуй, и хватит. Вот это у Стивена Кинга игрушка. Вот они бегают, что-то там внизу, вы бегаете, стреляете, да. Ну, не стреляете, вот сейчас вы живете, живете. И вдруг один подходит, маленький, и убил другого. И деньги забрал, и убежал. Инструкцию вписываю. Повинен смерти. Значит, его поймали, его надо чикнуть. Чикнуть. Зачем? С точки зрения меня, как вот, если я там, или биолог, да, который разводит популяцию, с точки зрения меня, как биолога, я вам скажу зачем. Это испорченная особь. Как некачественная, я не знаю, как сказать, нестандартная. Она не должна участвовать в эксперименте. Вы ее сами колбасните, она мне не нужна. Не потому, что он там злой, злодей, там, это, для вас это, там, мораль, да, нехорошо, вы все перепугались, и все. И все. А для меня задача, чтобы ее не было. Все, из нее ничего не получится. Понимаете? Если человек без причины, или от жадности, или там, чего-то такое, от тех вот причин, которые мы говорим, убивает другого человека, значит, в нем нет того, что нужно Богу. И он не нужен здесь, он мешает эксперименту, нарушает связи, понимаете? Просто не нужно, его нужно удалить, поэтому повинен смерть. Чикнули его, и все. Именно поэтому, если ты раба соседа своего, или вала соседа своего убил, тебя почему-то не убивают. Ты просто повинен отдать раба и вала. Ну, тогда все нормально. Вот с этой точки зрения, Кверти, я с вами, я вам благодарен, да, что вот это с этой стороны посмотрели. Но ваш вопрос не интересен, а о личной вине человека. Ну, это уж проблема того, кто создал. Велосипед не виноват. Ну, не виноват. Ему, конечно, можно пнуть и сказать, сука, что ж ты упал, это ты упал, а я ехал. Велосипед не виноват. Ну, если правда, да, тут качество сборки тоже играет роль. Так, все, Мальцев там вас ждет. Вас ждет Мальцев. На сегодня спасибо, до свидания.